Так, окей. Я думаю, все, кто хотел, уже пришли. Пара слов обо мне. Я, Денисов Владимир, работаю в Mail.ru в отделе внутренней разработки программистом. Сегодня у нас будет вторая лекция из первых двухводных лекций. Она будет посвящена структурам данных, тоже довольно базовые вещи. Но, в принципе, довольно полезные. Дальше будет чуть более интересно и более хардкорно, если кто-то с этим уже сильно знаком. Собственно говоря, по структуре лекции будет две части. Первая про базовые структуры данных, вторая про модуль коллекшн. По домашнему заданию лучше в конце лекции, если будут вопросы. Так, сначала мы рассмотрим те структуры данных, которые вам дает Python из коробки. Это list, apple, dict, set, frozen set. Пробежимся по созданию первого типа данных, списков. Собственно, для чего нужен лист? Для того, чтобы хранить упорядоченный список абсолютно различных данных. Как он может быть создан? Если мы говорим про пустой список, то это либо с помощью литерала пустых парадных скобок, либо с помощью конструктора списка лист. Если мы говорим про заполненный список, то тут, опять же, либо через литерал квадратный скобок с элементами, перечисленными через запятую, либо мы вызываем конструктор списка и передаем ему, опять же, какой-то объект, по которому можно итерироваться. Это не обязательно должен быть список, это может быть любой итерируемый объект. Еще один вариант. Вы можете создать список из одного элемента и, допустим, если вам нужно заранее зарезервировать список из какого-то количества элементов, вы создаете список из одного элемента и таким вот образом задаете ему количество повторений. Собственно говоря, с непустым списком это тоже работает, если вам нужно просто повторить какой-то список. Список 1, 2, 3, 10 раз, у вас это тоже сработает. Что может храниться внутри питоновского списка? По сути, он хранит указатели на объекты. Объекты в себе он не хранит, они лежат где-то на памяти. Соответственно, если вам нужно проитерироваться по питоновскому списку и вывести их, то итерация по элементам возможна несколькими способами. Самый простой из этих способов — это итерации с учетом самих элементов. То есть мы используем цикл for, берем элемент, проходимся по нашему списку. Список из AmpleList, принтуем элементы. Вот там все понятно. Ну да, отличительная особенность, скажем, от тех же самых c и так далее, то, что вы можете положить внутрь списка вообще что угодно. Добавление в конец списка за o от 1, аннотацию все знают, да? Кто-то не знает аннотацию? Окей, отлично. Добавление начала элемента за o от n, я думаю, всем понятно, почему. Потому что мы должны будем двигать, при добавлении в начало, мы должны будем сдвигать все остальные элементы на 1. объединение списков с помощью extend. Ну, добавление в конец append, давление в начало, в n-ную позицию — это insert, объединение двух списков — extend. Extend либо обычное сложение. То есть, в принципе, то же самое, что вот эта операция, вам позволит сделать вот это вот. 1, 2, 3, плюс 4, 6. Вы получите тоже объединенный список. Доступ к элементам списка возможен… А, в список можно положить вообще любой элемент, это указатель, поэтому в список можно положить этот же список. При этом вы получите такой своеобразный зацикленный список. Допустим, здесь мы положили в последний элемент списка сам этот список, и в итоге, если мы вызовем print сам этот список либо его последний элемент, то это один и тот же список, просто мы переходим к нему через указатель внутри массива. По скорости работы, просто чтобы было понятно, что такое O от единицы и O от N, коротенький бенчмарк на добавление в конец списка работает за 127 наносекунд, добавление в начало списка работает в среднем за 26 миллисекунд, микросекунд. Вот. По единственной зрению, я думаю, тоже все помнят, нано минус 9, микро минус 6. Доступ к элементу. Ну, доступ к элементу по индексу возможно либо по положительному индексу, либо по отрицательному индексу. Если мы берем по положительному индексу, то мы получаем его сначала. Если по отрицательному, то элементы с конца. То есть, скажем, у нас есть такой список из элементов, и мы запрашиваем минус первый элемент, то мы, очевидно, получим последний элемент. Изменение элемента по индексу, опять же, понятно, что за константное время, и тоже, я думаю, синтексис особых вопросов не вызывает. В итоге у нас получится… Да, мы просто заменили последний элемент на десятку. Ну да, индексация, естественно, с нуля, как в нормальных языках. Удаление элемента из списка. Вы можете использовать оператор del из Python для того, чтобы удалить элемент из списка. Опять же, при удалении вы передаете этому оператору конкретный элемент списка, то есть список и индекс его. Причем удалить вы можете как указывая конкретный элемент списка, так и указывая слайсы. Что такое слайсы? Все помнят с предыдущей лекции, там тоже было со строками, да? Все помнят? Окей. Что? Да. Ну вот, по сути, вот здесь вот ты передаешь сюда лист. Лист элементов. Но это именно под список этого списка. То есть ты не можешь передать себе другой список. Да, другой не получится. Удаление по значению. Если у вас есть список, в котором есть какой-то элемент, вы можете указать его значение, удалиться элемент с этим значением. Ну, тут все довольно предсказуемо. Если мы попытаемся удалить элемент, которого нету в списке и списка, то мы получим ошибку, valueError, которая говорит о том, что элемент не находится в списке. Собственно говоря, внешний вид ошибок мы еще будем встречать. Давайте, наверное, немножко на нем остановимся. В общем, обычно указывается тип ошибки. На какой строке оно… Эта ошибка, наверное, случилась. Здесь у нас только одна строка, поэтому первая строка нашего скрипта. И обычно, если это ошибки стандартные, то короткое описание этой ошибки. И то же самое произойдет, если вы попытаетесь удалить по индексу через оператор del из массива элемент. Пятого индекса здесь уже нету. В нашем листе осталось только 4, в лучшем случае, элемента. Даже 3 элемента. Поэтому, естественно, попытка удаления пятого индекса вызовет индекс Error. Индекс OutOfRange. Я думаю, с этим тоже все понятно. Мы попытались обратиться к элементу, которого в списке нет. Естественно, та же самая ошибка возникнет при простом обращении к несуществующему индексу. Ну, в общем-то, механика одна и та же. Я думаю, тут тоже все более понятно. Чуть более подробно поговорим про срезы-слайсы, о которых было уже в прошлый раз. Во-первых, срезы возвращают вам новый массив. Это полезно, но это нужно потом запомнить. Коротко про механику работы срезов. У нас есть и начальный массив от 1 до 10. Мы можем брать срез, как показано здесь, обычный, от какого-то элемента до… От одного индекса до другого индекса. Либо же чуть более интересные варианты. Например, если нам нужно получить все элементы от какого-то известного индекса и до предпоследнего элемента. Мы можем указать срез от нужного нам индекса до минус первого. То есть в срезах также можно использовать индексацию с конца массива. Понятно, что можно передать туда размер массива. И, собственно, в срез не попадет последний элемент, который вы указали в скобках. Поэтому сделаем это специально для того, чтобы можно было как раз-таки передать в срез, можно было передать длину самого массива, и это не приводило к ошибке. Не нужно было здесь в минус один, вот эти вот вещи. Если вам нужно… Ну, если в принципе вам нужно взять срез от какого-то индекса и до конца, то это можно сделать проще. Вы можете просто не указывать последний элемент, последний индекс, до которого нужно делать срез, тогда он по умолчанию будет взят последний элемент. Ну и аналогично, если мы говорим про то, что нам нужно взять от начала и до какого-то элемента, здесь, например, и нет, но это тоже будет выглядеть вот таким же вот образом. То есть мы не указываем первый элемент, указываем только до какого индекса мы хотим получить срез, получаем срез с начала и до этого элемента. В снастях также можно использовать, задавать шаг, с которым будет сделан срез. Например, вот в этой строчке мы указываем, что мы хотим получить весь массив, но только каждый второй его индекс. Вот, и получаем, собственно, первый элемент, третий, пятый, седьмой, девятый элементы. Шаг, с которым мы хотим получить элементы в итоговом массиве, мы можем указывать отрицательным. В этом случае мы будем двигаться с конца массива. Ну, например, вот этот вариант, когда мы указываем от минус первого элемента до первого элемента и шаг у нас минус один. Мы получим, по сути, перевернутый массив, не включающий в себя начало списка. Ну, и самый простой способ перевернуть массив наоборот – это создать срез, у которого указать отрицательный шаг. По этому блоку есть вопросы, нет? Окей. Так, теперь немножко про присваивание списков. Если вы создаете список, как указано в первой строке, и далее просто другой переменной присваиваете этот список, то вы не создаете нового массива. Вы просто переприсваиваете объект списка другой переменной. При этом, если вы измените у вашей новой переменной в списке какой-то элемент, то, естественно, он изменится и в первоначальном списке тоже, потому что объект один и тот же. Вот. Что делать для того, чтобы избежать этого? Ну, первый вариант – копирование списка. Копировать список, во-первых, можно с помощью среза. Вот у нас есть для примера список. Мы берем от него срез от начала до конца. Срез возвращает нам новый объект, состоящий из элементов нашего первоначального списка. То же самое можно сделать с помощью метода копии у списка, либо из библиотеки копии можно вызвать метод копии. А, ну, либо можно передать в конструктор списка наш example list как итерируемый объект. Мы, опять же, получим новый список. Но. Вот вроде бы все хорошо. Мы взяли наш другой список, присвоили ему срез, изменили в нем элемент, наш первоначальный массив не изменился. Все хорошо. Но есть один момент. Такое копирование приводит к поверхностному копированию. То есть элементы списка, если они являются объектами, они не будут скопированы. Они… просто передастся ссылка в другой список. Таким образом, если у нас есть какой-то вложенный список, и мы его используем как элемент нашего списка для примера, после чего делаем срез. Вроде мы скопировали наш example list в другой список, получили другой объект, и потом у нашего вложенного списка добавили ему элемент. При этом мы увидим, что в нашем скопированном списке в вложенном листе также появился новый item, потому что копирование поверхностное. Что делать для того, чтобы получить полное копирование объектов? Опять же, из нашей библиотеки copy импортируем deep copy и уже через нее получаем полную копию всех нашего объекта и всех вложенных объектов вместе с ним. То есть вот этот код уже не приведет к такой же проблеме, и наш вложенный массив, который мы здесь составили, положили также в наш example list, уже не будет изменен при изменении нашего вложенного массива. Это, я думаю, тоже все понятно, да? И еще раз, если мы копируем с помощью слайсов, у нас объекты не копируются, с помощью функции copy тоже не копируются? Именно deep copy? Да, только deep copy, потому что он делает полное копирование. Все остальные способы, слайсы, передача в конструктор листа, копия у листа и копирование из той же самой библиотеки copy вам не даст полного копирования. А deep copy сильно медленнее? Что, еще раз? А deep copy сильно медленнее? Значит, зачем? Ну, да, он медленнее, но по сути он медленнее только на время создания всех объектов. То есть это зависит действительно от того, какие объекты у вас там внутри лежат. Если там у вас лежат тенты, то он не будет сильно медленнее. Если у вас внутри лежат какие-то очень большие сложные объекты, то, да, конечно же, на время выделения их в памяти. Так, ну и раз мы говорим про списки, то, наверное, самая частая задача – это у нас есть список, мы хотим его посортировать. Собственно, встроенный в списке метод sort, который отсортирует наш текущий список. Вот мы создаем список несортированный, применяем метод sort. В итоге он получается сортированным. Если вам нужно посортировать список, но при этом не изменять исходного списка, то вы можете вызвать стандартную функцию sort. Sort для этого списка. И, в общем, получите то же самое. Единственное, что ваш изначальный список не будет изменен. Так, по спискам в целом есть какие-то вопросы? Да. Когда накопировали список, нам нужно было вызывать модуль копия. Зачем мы вызывать, если есть встроенный метод копий для списка, который делает тот же самый компьютер? Я же говорю, что есть просто несколько разных способов. Там все они показаны. Копии из библиотеки копии, копию у списка, копии… не копия, а слайс, либо передача в ниск. По сути, они дадут тебе новый список, но с поверхностным копированием. Окей. Если по спискам вопросов нету, то идем к следующему типу. Это tuple. Вообще tuple, он как список. Во всем на него похож, только он неизменяемый. Для чего это нужно, я думаю, в общем-то, понятно, потому что если у вас может быть вложенный элемент списка вдруг изменен, это не очень удобно. Вы можете наткнуться на какие-то неожиданные эффекты при работе вашей программы, и это не то, чего вы хотели бы. Поэтому если вы, допустим, передаете… ваш библиотеку возвращает список, с которым потом будет работать, то вложенные в него элементы неплохо было бы сделать неизменяемыми. Вот именно этими неизменяемыми списками является tuple. Ну и кроме того, благодаря тому, что он неизменяемый, он еще немножко побыстрее, чем в список работает. Но опять же давайте по такой же структуре. Создание пустого tuple с помощью литерала круглых скобок либо с помощью конструктора tuple. Как и у списка у него можно вызвать метод len, в метод len передать любой итерируемый объект, получить в итоге количество элементов, которые в нем есть. То есть, естественно, это итерируемый объект. Создание не пустого списка. Создание не пустого списка, а тепла, с помощью литерала круглых скобок, внутри которых перечислены элементы, либо второй вариант. Вы можете не указывать литерал круглых скобок вообще, а написать что-то такое. И в этом случае вы получите также tuple. И в этом случае вы получите также tuple. вы ввели элементы, получили, что это тоже tuple. И здесь, с одной стороны, это большое удобство, потому что вы можете не писать круглые скобки, но с другой стороны, есть и некоторая опасность, потому что если вы напишите вот так вот, то есть вы, допустим, писали код, просто забыли, поставили в конце запятую, и в итоге ваша функция или что-то еще возвращает уже не конкретное значение, а возвращает tuple, в котором есть только одно значение, вот это вот оно и есть. Да, это обычно очень больно находить такие места в коде. Итерация по элементам, опять же, с помощью циклофор, все то же самое. Операции по взятию по индексу также работают, по срезам все то же самое, что в листе, но так как это объект неизменяемый, то если мы попытаемся изменить элемент по индексу, то мы получим type error. Ну, сорян. Tuple для того и был сделан, чтобы быть неизменяемым. Аналогично со списками, взятие по индексу, которого нету в tuple, вернет вам ошибку. Если вы хотите создать кортеж, ну, tuple с одним значением, то вам нужно указать не просто круглые скобки с элементом, вам нужно обязательно поставить запятую после элемента, потому что иначе это будет просто обычное значение. Мы в первой строке создаем вроде бы tuple, мы передаем ему одно значение без запятой, и видим, что это просто тип число, целое число. Ну да, и опять же еще раз, вы можете создавать tuple, просто перечисляя элементы через запятую, не заключая их в круглые скобки. Да, что важно, tuple, конечно же, неизменяемый объект, но элементы, которые вы в него положили, по-прежнему могут быть изменяемыми. Поэтому если вы в ваш tuple положили, например, в списке, то вы по-прежнему можете получить tuple, который будет изменяться. Вот, собственно, тот самый пример. Мы кладем в tuple, создаем tuple из двух списков. Если мы после этого положим что-либо в первый список, то в tuple он тоже окажется, потому что там лежит всего лишь ссылка на объект на память. Так, ну и маленькая задачка. Написать все цифры в одну строку от 0 до 100. Сначала вариант плохого кода. Вы можете создать, например, создать массив из элементов, выделить переменную под строку, задать итератор, проитерироваться по всем элементам, увеличивая итератор и прибавляя очередной элемент к вашей строке. Такой очень сиподобный получился код. Ну, из полезного в этом коде могу только сказать про функцию numerate. В нее вы передаете список, tuple, и в итоге вы получаете, ну, на выход она в цикле выдает вам tuple, состоящий из индекса и, собственно, самого элемента. Поэтому вы можете получить индексы ваших элементов, которые вы получаете в цикле. Это же довольно частая штука. Вроде все работает, все хорошо, да, мы получаем все эти элементы, но код выглядит очень не по питонике. Более красивый и приятный код выглядит таким образом. Собственно, во-первых, к строке в питоне не нужно прибавлять другие строки, потому что это довольно медленная операция. Если вы хотите сделать это, то лучше используйте форматы для строк. Во-вторых, у стандартной строки есть метод join, который позволяет объединить через указанную строку все элементы какого-то массива. Соответственно, мы можем создать массив из ста элементов и просто преобразовывая их к строке, просто все соединить. Здесь еще интересный мы используем метод, мы используем функцию range, которая возвращает нам, по сути, ну, почти что список из элементов. Сама по себе эта функция вернет нам список, в котором будут все элементы от нуля до заданного здесь минус 1. Соответственно, эта функция будет делать то же самое. Из еще непонятного здесь это может быть запись. Запись цикла, чуть-чуть позже будем о них говорить, это list comprehension. Однострочная запись для создания списков, не только списков, в которой мы указываем, из каких элементов будет состоять наш результирующий список, собственно, а дальше на артный for. Сюда еще можно обратить некоторые условия, но это об этом позже. Есть вопросы? Окей. В comprehension все понятно, это замечательно. И еще одна приятная особенность теплов, это присваивание переменных из тепла. Если вы создаете тепл из двух элементов или из большего количества элементов, вы можете расцвыть его в переменные вот такой вот простой записью. При этом первой переменной будет присвоен элемент, первый элемент из списка, второй переменной, второй элемент из списка. Опять же, здесь важно понимать, что если вы попытаетесь сделать что-то вот такое вот, то вы получите value error, потому что вы в расцветии ожидаете четыре переменные, у вас в тепле находятся три переменные. поэтому это особенно полезно, когда вы хотите передать, допустим, из функции несколько значений. Вы можете передать из функции тепл, и в месте, где вы эту функцию вызываете, получите эти значения сразу же в нужные вам переменные, а не получать их в список, а потом из списка доставать по индексу. Очень просто удобнее. Так, по таплам все понятно, как списки, только неизменяемые, ну и еще пару плюшек. Все понятно, да? Окей. Так, словари. Я думаю, тоже все знакомы, раз прошли тесты. Также там пробежимся по способу создания словарей. Вы можете создать его либо с помощью литерала фигурный скобок, либо с помощью конструктора dict. В конструктор вы также можете передать элементы, которые вы хотите увидеть в вашем dict. Причем в конструктор dict их можно передать в таком формате. То есть название переменной равно значение. В итоге вы получите строковое представление этого названия переменной, и ему будет соответствовать это значение. Естественно, сюда можно передавать и переменные, созданные заранее. Думаю, тоже всем понятно. По скорости работы с dictами. Добавление нового элемента в dict по ключу за константное время. Ну, то бишь, если у нас есть какой-то первоначальный dict, мы можем обратиться к ключу через квадратные скобки названия ключа и передать ему новый элемент. Чтение из словаря по ключу также за константное время. В общем-то, это не особо отличие. Так, если мы пытаемся обратиться к ключу, которого у нас ранее в нашем словаре не было, то мы, естественно, получаем ошибку key-error и видим, что не очень говорящую ошибку, потому что мы видим просто название ключа, который он пытался достать. По поводу элементов, которые могут являться ключами dict-off. Струтура данных в Python делится на hashable и не hashable. Объекты делятся на hashable и не hashable. Собственно говоря, только hashable объекты могут являться ключами для dict-off. Для того, чтобы объект был hashable, у него должен быть определен метод hash, и его должно быть возможно сравнить с другими объектами, то есть должны быть методы equal и cmp. И причем одинаковые объекты должны возвращать одинаковый хэш. Что будет, если мы пытаемся ключом dict-a указать список? Давайте здесь объявим список. И мы увидим, что у нас type error, hashable type list. Ну, лично, если мы просто вызовем метод hash от листа, то мы получим ту же самую ошибку. И здесь, как раз, еще одна полезность tupl'ов. Tupl'ы в Python хэшable объекты. Соответственно, tupl' может быть ключом для dict-a. Чуть позже еще будет про то, какие объекты являются хэшable, а какие нет. Бывают случаи, когда мы не знаем заведомо, какие ключи в нашем dict-a находятся. При этом отлавливать ошибки о том, что элемента нету, о том, что такого ключа нету в dict-a нам не хочется. Поэтому мы можем использовать метод get у dict-a и получать элементы, если они там есть. Если же нет, то по умолчанию метод get возвращает none. Но мы можем передать ему дефолтное значение, которое он вернет, если элементы там не окажутся. В первом случае мы получили none, потому что у нас в example dict-a нету такого ключа. В этом случае получили нашу строку, которую мы попросили. Начиная с Python 3.6, dict-a сохраняют последовательность ключей, которые в них передали. До 3.6 Python они возвращали их в фактически рандомном порядке. Поэтому этой особенностью можно пользоваться, но не особо рекомендуется, потому что если вы потом заходите, портировать свой код на какой-то более старый Python вдруг, и вы где-то завязались на эту особенность, то вас ждет разочарование. Так. По скорости поиска. Если мы хотим найти, ну, допустим, мы создаем список из 100 тысяч элементов именно список и создаем dict из списка. Да, собственно говоря, второй, еще один способ создать словарь из списка – это вызвать метод from keys, передать ему какой-то итерируемый объект, то в итоге мы получим список, состоящий из элементов, которые мы здесь указали, из ключей, которые мы здесь указали, и из этих же элементов. А, нет, извиняюсь, из пустых элементов. Но ключи будут те, которые мы указали ему в списке. Давайте посмотрим на скорость поиска первого элемента в списке. Работает это ожидаемо быстро, потому что он заходит в список, сразу же находит нужный ему элемент и возвращает его, что он там есть. В среднем за 52 нс. То же самое, но для dicta. Работает медленнее. По понятным причинам ему для того, чтобы найти элемент в dicta, нужно сначала у этого элемента вычислить хэш, а потом уже этот хэш искать в этом dicta. Но если мы пытаемся найти последний элемент в списке и в dicta, то разница будет очень значительная. Я сначала попробую в dicta. Значение примерно такое же самое, то есть около 76 нс, но если мы это сделаем для списка, здесь минус n – это количество повторений, этого бенчмарка, потому что время усоединяется дальше. Поэтому для списка мы делаем 1000 повторений, для dicta мы делаем 10 тысяч повторений, потому что даже 1000 повторений для списка будет выполняться что-то около 14 секунд. Казалось бы, у нас тут список из 100 тысяч объектов вроде бы не очень большой, но поиск по нему последнего элемента очень длительный. Почему понятно всем, да? Нет? Прямо что в себе? Ну, смотрите, когда вы ищете в списке какой-то элемент, то вам нужно перебрать все элементы по порядку в списке и проверить для каждого из них в сравнении, одинаковый это элемент или неодинаковый. Если элемент одинаковый, вы возвращаете true и заканчиваете поиск. Поэтому для нулевого элемента в списке все было очень быстро. Мы сразу же заходили, находили нужный элемент, возвращали, что вот он, мы его нашли. Это было очень быстро. Если же это последний элемент, то вам нужно перебрать 100 тысяч элементов, которые лежат в списке, и проверить их на равенство. Это долго. В случае, если мы говорим про dicta, то там мы, ну, это не список, мы храним ключи, и ключи являются хешами. То есть мы знаем точное место, где искать заданный ключ. Поэтому взятие из dicta по ключу, оно не зависит от размера dicta. То есть мы всегда точно знаем, на какой позиции находится значение этого ключа. Теперь понятно? Так, по объединению двух списков. Допустим, у вас есть два словаря, D1 и D2. Используем метод update у списка, получаем объединенный список со всеми ключами. Причем, если у вас будут пересекаться ключи, давайте сделаем похожий пример. Но здесь будет ключ тоже A. То в итоге мы в нашем результирующем, ну, ключи в dicta, они уникальны. Если мы сливаем два dicta, у которых есть повторяющиеся ключи, то в результате будут заменены значения из первого dicta на тот, с которым мы сливаем. То есть вот мы dict D1 сливаем с dicta D2. И там, и там был ключ A, но во втором dicta он имел значение 2. В результирующем dicta тоже будет значение 2. Понятно? Ну, по копированию. По копированию все, в общем-то, то же самое. Вы можете скопировать его с помощью метода копия, но при этом будет, опять же, поверхностное копирование, и элементы скопируются. Если вы измените у вашего второго dicta какой-то элемент, то в первом он не поменяется, потому что он был скопирован поверхностно. Но, опять же, если вы в значение вашего dicta положили, допустим, список, и, опять же, используете копии, то, как видно во втором примере, мы положили список, сделали копии, добавили в этот список новый элемент, принтанули первые два списка, получили, что они равны. Потому что у нас мы кладем в dicta только ссылку на наш список, а не копию списка. Ну, понятно, да, с этим? История та же самая, что и с листами. Опять же, если мы хотим получить полную копию, мы импортируем дипкопии и получаем полную копию нашего списка. Да, еще одна задачка, давайте, ну, условия задачи. У нас есть какой-то список элементов, лист, в нем есть повторяющиеся элементы, но некоторые не повторяются. Нужно найти неповторяющиеся элементы, то есть те, которых будет, ну, только один в списке. Нормальное решение с помощью словаря. Вы можете, вот, собственно, берем список, объявляем некоторый dict, итерируемся по элементам нашего списка. Ну, да, а дальше пошло. Если у нас в нашем дикте уже был этот элемент, то мы просто в этот ключ увеличиваем значение на единичку. А если его у нас там не было, то нам нужно присвоить ему единичку. Потому что если мы не будем делать это в условии и просто напишем вот так, то кто мне скажет, что получится. Вот мы взяли просто, проэтерировались по элементам списка и пытаемся по элементу списка записать значение плюс один. Ну, на самом деле нет. На самом деле, конкретно в этом случае все будет хорошо. Потому что в правой части мы использовали метод get, и мы берем его с дефолтным значением ноль. Поэтому здесь у нас не будет ошибки. ошибка была бы в случае, если мы писали бы вот так. Вот так у нас была бы ошибка, да. Это только всем понятен, нет? Хочется говорить, что да. Собственно, здесь будет то же самое. Просто в этом случае мы будем заходить, если у нас нет элемента, мы будем заходить вот в эту ветвь условия и присваивать единицу. Вот этот код имеет смысл только в том случае, если бы мы написали вот так. А можете еще раз сказать про get, на том же простое? Да. Метод get, если возвращает из списка, возвращает из дикта элемент, если он там есть, возвращает его значение. Если его там нету, то он по умолчанию возвращает нам, но вы можете передать ему элемент, который он вернет. Вот здесь мы передаем 0, поэтому мы, если нету элемента, получим все равно 0. Окей. А, ну да, и в конце, собственно, нам нужно каким-то образом вывести элементы, которые мы получили, и это можно сделать несколькими способами. Способ самый компактный практически. Это вызвать у дикта метод items. В этом случае мы будем получать tappel из ключа и значения. Метод второй. Вы можете получить все ключи дикта, если вызовите у него метод keys. Вот. В этом случае мы увидим, что это все ключи, которые есть в этом дикте. Здесь нужна проверка о том, что у нас только одно значение, потому что мы увеличивали на 1, если было больше нового элемента, а наша задача – это найти все, которых один. И можно было бы, скажем, проитерироваться по ключам дикта и запрашивать все что-то такое. И так далее. И так далее. И так далее. Это первый вариант, он вернул бы нам тоже самое, но это не лучший вариант, потому что если вы просто будете итерироваться по дикту, то вы, по сути, будете итерироваться по его ключам. Так что вам не нужно здесь лишний раз формировать список ключей. Вот этот метод, метод keys, он нужен именно для тех случаев, когда вам нужно получить лист, состоящий из ключей. Ну да, еще раз про то, что в Python 3.6 дикт сохраняет порядок добавления элементов. Немножечко про равенство и идентичность в Python. В примере выше я использовал оператор is. Чем он отличается от обычного равенства, которое равно-равно? Допустим, оператор равенства обращается к методам объекта, и если у первого объекта метод equal возвращает true для второго объекта, то эти объекты считаются равными. Метод is более простой, и он проверяет, что эти два объекта являются идентичными объектами, то есть они занимают одно место в памяти. Поэтому, например, если мы создали список и после этого создали его полную копию с помощью метода deepcopy, то равенство этих двух списков будет положительным, но сравнение их на идентичность будет отрицательным. Здесь есть один маленький нюанс. Ну, казалось бы, если у нас есть две строки, то они должны, и мы их отдельно объявили, то они должны занимать разное место в памяти, и поэтому они должны вернуть на равенство, естественно, true, а, скажем, на is false, потому что это не одна и та же строка, а разные строки. Но так как Python кэширует короткие строки и некоторые маленькие числа, то если у вас строка короткая, то на сравнение is вы также получите true. Но если вы захотите немного увеличить вашу строку, то на равенство она по-прежнему будет вращать вам true, но уже на is вернет вам false, потому что это будут разные ячейки в памяти. С этим понятно? А что такое, получается, короткая стаканная без сабилки? Нет, нет, ну, вообще-то на это не стоит ориентироваться, просто нужно учитывать это, когда вы будете разрабатывать, потому что вы можете, например, тестировать код на коротких строках, там, не знаю, 4-5 символов, например, и у вас все будет хорошо, но когда вы потом выйдете в продакшн, у вас будут длинные строки, реальные строки, то у вас все получится плохо. Причем длина этих строк, она зависит от версии интерпретатора, которую вы используете, и вообще от многих других факторов. То есть на это не нужно ориентироваться вообще. То есть получается, короткие строки, он ссылается на одну и ту же чекпенцию? Да, потому что питон их кэширует. Чуть-чуть раньше мы рассматривали пример с печатью в одну строку всех элементов от 1 до 100, и там мы использовали компрекеншн. Собственно, давайте чуть-чуть более подробно о них поговорим. Во-первых, чем это хорошо? Это более короткая запись для вашего списка. Если вам нужно сделать какую-то простую операцию над списками, допустим, у вас есть исходный список, вы хотите получить список элементов, состоящих из элементов изначального списка, увеличенных на единицу, то вы могли бы написать какой-нибудь цикл вроде second list равен пустому списку, проэтерироваться по элементам из первого списка и добавлять во второй список элементы, увеличенные на единицу. Но это три строки. Три строки для того, чтобы просто увеличить все элементы списка на единицу. Как-то это слишком. Поэтому для простых операций есть короткая запись. Вы можете сделать однострочный генератор вашего списка, в который вы указываете, опять же, элемент, который вы хотите положить в вашем списке, и список, по которому вы итерируетесь. Нужно понимать, ну да, собственно, первый список не равен второму списку, ну, ни на is, ни по простому равенству, потому что они, в принципе, разные. Что еще можно делать с помощью генераторов? Например, вы хотите добавить, ну, такой простой пример, вы хотите добавить в ваш резюдирующий список все элементы из первого списка, которые удовлетворяют какому-то условию, причем увеличенный на один. И вы, соответственно... Давайте сначала просто в каком-то условии. И вы пишете, собственно, ваш comprehension, и после него сразу же пишете условия. и в этом случае вы получите в нем только те элементы, которые в остатке отделения на 2 будут давать не 0. С такими условиями понятно? Да? Нет? С комприхеншенами? Окей, хорошо. Вы можете писать несколько комприхеншенов подряд, но... Ну, в принципе, сколько угодно подряд комприхеншенов, но у этого метода есть одна проблема. Чем больше вы пишете подряд таких вот свертных записей, тем, во-первых, это длиннее вы не уложите в длину строк, а во-вторых, тем тяжелее это читается. Поэтому не надо делать какие-то операции, которые не приводят к созданию списка в комприхеншенах. Это все-таки лучше сделать в обычном цикле. И не надо делать супердлинных комприхеншенов. Это очень плохо читается. Ну, а в целом сам комприхеншен вот в такой вот его записи читается намного удобнее и быстрее, чем три строки обычного цикла. Окей. Кроме лист комприхеншенов, есть также и дик комприхеншены. То есть вы можете точно так же короткой записью создать дикт. В этом случае вы, опять же, итерируетесь с помощью цикла for по комнату и начальному массиву. Все то же самое. Но тут вы получаете его элементы и указываете, что будет ключом и что будет значением. Например, у вас изначальный, ваш список может быть не простым списком, а, допустим, массивом из tuple. И тогда в item будет передаваться tuple. Как вы помните, чуть раньше я говорил о том, что tuple можно раскрыть по количеству перемен равному количеству элементов внутри него. То есть если у нас везде tuple из двух элементов, то можно сделать тут ключ и значение. И составить дикт, состоящий из элементов этого tuple. Как это получилось, все понятно, да? Окей. Смотри, вот в этой вот части записи мы говорим о том, что мы итерируемся вот по вот этому вот списку и в ключ и значение кладем элементы, которые лежат в tuple. Ну, то есть так как ты можешь сделать вот такую запись и у тебя в a и b попадет 1 и 2 соответственно, да? Да. То здесь происходит то же самое. У тебя очередным элементом из этого списка будет tuple 1, 2. В ключ попадет 1, в value попадет 2. Тут ты говоришь… Плюс 1, все. Окей. Можете сказать, как получается связанное название введения генератора и его ввести? Ну, потому что, ну да, это не всем генераторы, но по записи они крайне похожи, поэтому я назвал это введением генератора, на самом деле генераторы будет чуть позже. Окей? Молодец. Ну, это просто показывает, что ты можешь положить в value не только значение, которое достало отсюда, а вообще что угодно, зависящее от этого value. Ты визит визит? Нет, в смысле я про то, что ты можешь здесь сделать любую операцию над значениями, полученными из списка. Ну да, и, собственно говоря, опять же, что в deep comprehension, что в deep comprehension вы можете использовать условия для того, чтобы фильтровать ваши данные по кому-то условию. Множество сеты. Это неопорядоченные коллекции элементов, которые содержат только уникальные элементы, которые не хешируемые. Создать пустой сет. Ну, назначение понятно, да? То есть вы берете какой-то список из неуникальных элементов, и с помощью этого, с помощью этой структуры данных вы можете его уникализировать. Например, вы хотите создать пустой сет. Для этого вы пользуетесь только конструктором пустого сета. Если вы хотите создать не пустое множество, то тут у вас чуть больше вариантов. Вы можете, например, передать в конструктор сета какой-то итерируемый объект, по которому он сможет проитерироваться и собрать сет из его элементов. Либо вы можете воспользоваться литералом фигурных скобок, так же, как для диктов. Но тут вы просто указываете элементы, которыми он будет заполнен. Если у вас какие-то элементы повторяются, например, то в сет войдет только один элемент с таким значением. Добавление элементов в сет с помощью функции add. Опять же, если мы передаем туда элемент, который там уже изначально был, то он не продублируется там, потому что это хранилище уникальных элементов. Если вы хотите проверить наличие какого-то элемента в сете, ну, точно так же, как добавление в сет, проверка наличия элементов в сете работает за константное время, то есть не зависит от количества элементов внутри сета. Кроме того, над сетами можно осуществлять различные операции. Например, вычислять разницу между двумя сетами, получать объединение двух сетов, либо пересечение двух сетов. Собственно говоря, вот у нас есть наш example set, которого здесь не хватает. Вот у нас есть два наших сета. Это сет, стоящий из элементов 1, 2, 3, 4 и сет, стоящий из элементов 4, 5, 6. Разница между сетами, это будет, собственно говоря, 1, 2, 3. Важно понимать, что это разница между сетом, для которого вы вызываете метод difference и сетом, который вы передали. То есть элементы, которые есть вот в этом сете, но при этом их нету в вашем начальном сете, они не попадут в разницу. То есть, по сути, это просто вычитание из первого сета, второго сета. Объединение сетов. Ну, с объединением все понятно. У вас получится сет, состоящий из элементов всех, и первого, и второго сета, но уникальных. И пересечение сетов, на тот случай, если вы хотите узнать, какие элементы у них общие. Собственно, у первого и второго сета был общий только элемент 4. Соответственно, в результате будет сет из элемента 4. Сеты не поддерживают обращение по индексу. То есть, если вы попытаетесь сделать что-то вот такое, то вы получите ошибку. Но зато вы можете положить ваш сет в, допустим, ну, на другой стороне сет — это итерируемый объект, поэтому вы можете сделать вот так. Вот, при этом вы получите нулевой элемент, ну, вы уже получите возможность обращаться по индексу. Но есть, что нужно понимать, что если вы, допустим, сначала положили какой-то сет, какой-то список сет, потом обратно положили его в лист, чтобы улучшить его итерируемым, то нет гарантии, что порядок элементов будет сохранен. Пример для как раз-таки задачи, где может быть применен сет, ну, помимо самого простого, когда вам нужно уникализировать список, это если вы хотите найти пересечение двух списков. Допустим, у вас есть какой-то API, который возвращает вам список всех людей, которые сейчас находятся в онлайне. И другой метод API, который возвращает вам список администраторов, которые есть в этом чате. Вот это просто два списка. Мы хотим найти список администраторов, которые находятся в онлайне. Просто оборачиваем оба списка в сеты и берем пересечение списка с активными пользователями и администраторов. В итоге получаем администраторов онлайн. Ольга. Так, здесь понятно и все, что было до этого. Окей. Да, сет может хранить в себе только хешируемые объекты. Поэтому, если вы попытаетесь положить в сет, допустим, лист, как элемент сета, то у вас не получится. Unhashable type list. Но зато вы можете положить, скажем, в сет тапл, который как лист, но неизменяемый. Ну, если, да, основной кейс применения сета, то у вас есть список элементов, например, цветов, в которых есть повторы, вам нужно получить уникальный список всех цветов. Понятно, как работает. Напомню еще раз, что сам сет, он не хешируемый. Если мы объявим сет какой-то и попробуем взять хеш от сета, то мы получим ошибку. Но при этом нам очень хотелось бы, иногда хочется, чтобы, допустим, в тот же самый словарь мы могли ключами словаря сделать сеты. Поэтому есть frozen set. Frozen set – это как сет, но только неизменяемый. Ну, то же самое, что с таплами и листами. Все то же самое, но мы не сможем… Ну, да, в итоге мы можем положить, скажем, в set frozen set, потому что он хешируемый, добавить его ключом dicta. Но, естественно, уже не будут доступны у этого сета методы add. Атрибут error. Давайте продолжим. И продолжим с модуля коллекшн, который также устроен в Python. Если вдруг вам не хватает дефолтных структур данных, а очень часто вам их не хватает, то, скорее всего, есть либо дефолтная питоновская библиотека, которая расширяет ваши структуры, либо есть какая-то сторонняя open source библиотека, которая тоже самая делает, и вам не нужно писать структуру данных в 99% случаев. Проектно про модуль коллекшн. Он представляет вам очень много различных структуру данных. Собственно, вот они все. Итераторы, генераторы, дефолт дикты, очереди, каунтеры. Поговорим только про некоторые из этих структур данных. Про все остальные можете почитать документации на этот модуль. Ну, начнем давайте с каунтера. По сути, каунтер чем-то похож на дикт. Вы также, как и в дикте, можете передать ему ключи, но вы не передаете по ним значения. Самый простой вариант использования. Вы передаете каунтеру итерируемый объект, состоящий из каких-то элементов. Он подсчитает количество каждого из этих элементов в этом листе. То есть вот мы передали, собственно, лист, пробежались по вообще всем элементам, а не по самым популярным. По-моему, так. Да, и получим, во-первых, все элементы, которые в нем были записаны. Пустой привод. Да, получим все элементы, которые в него были записаны. Это ключи от 1 до 4, причем с количеством включений в изначальный список. То есть вот у нас единиц здесь было изначально 5, поэтому значение у единицы будет 5. Эта струтура данных, она очень полезна, когда вам нужно посчитать количество элементов в каком-то списке. Кроме того, у нее есть еще одна полезная фича. Вы можете взять какое-то количество наиболее популярных элементов. Ну, допустим, вот. С помощью метода most common вы можете указать количество элементов, которые вы из общего количества выведите. Причем выведены они будут в порядке убывания включений. С этим все понятно. Второй полезный структуру данных, которую мы посмотрим из метода collection, это будет default dict. Собственно, стандартная боль, когда вы хотите создать dict, а сразу же сделать какую-то операцию над элементом этого dict, но этого ключа еще нет. В этом случае вы получаете key-error, и вам нужно как-то это обрабатывать, добавлять туда дефолтное значение и так далее. Для того, чтобы этого не делать, вы можете изначально создать dict, который будет включать в себя все ключи, грубо говоря. Вы импортируете из collection default dict, передаете ему в конструктор элементы, которые вы хотите получить, и в итоге вот такая запись для каждого несуществующего еще ключа будет возвращать вам пустой список. И вы сможете провести вот такую операцию. то есть вот в итоге default dict – это у вас структура данных, в которой по ключу 1, которого раньше не было, лежит массив с одним элементом 1, который вы вот здесь вот добавили. Точно так же вы можете передать сюда не лист, а, допустим, более простой вариант. мы передаем сюда конструктор int. В этом случае, если мы теперь запросим дефолт dict от элемента, которого там раньше не было, то он нам вернет значение, которое по умолчанию возвращает наш конструктор. Конструктор int по умолчанию возвращает 0, поэтому у нас здесь будет 0. Конструктор int по умолчанию возвращает пустой список. Понятно все. Если вы хотите получить список всех элементов, которые были добавлены в этот default dict, например, вы хотите по ним проитерироваться. Итерироваться по ним, обращаясь непосредственно к элементу, уже не получится, потому что он будет создавать вам пустое значение. Ну, сможет конструктор создавать вам дефолтное значение. Поэтому необходимо каким-то образом получить все ключи, которые в нем сейчас есть, и уже по ним интервироваться. Это можно сделать с помощью метода keys, который можно вызвать у default dict, точно так же, как у обычного dict. Вообще, в принципе, механика работы с default dict полностью повторяет механику работы с обычным dict в течение того, что есть вот эти вот удобности. Так, вот здесь все понятно? Вот здесь и с каунтером. Окей, времени вопросов нет. Неймед табл. Ну, более подробно о том, что это такое, как это работает и так далее, вы будете узнавать на следующей лекции. Сейчас давайте просто примем как данность, что если вы передаете в неймед табл некоторые названия вашей будущей структуры и атрибуты, которые она должна содержать, то вы получите некоторый новый конструктор вот с таким вот названием, в который вы сможете передать нужные вам значения этих атрибутов и получите в итоге уже объекты, которые будут содержать эти атрибуты вот с этими значениями. Вот то же самое можно повторить с помощью обычного dict. Вы точно так же можете создать здесь dict, у которого будут ключи x0, y0. и точно так же с ним работать. Единственная разница между неймед таблом и вот такой записью в том, что здесь вам не нужно будет обращаться к элементам по их строчному значению, вы сможете просто вызывать сами атрибуты у объекта point, который вы создали. И кроме того, это будет работать еще и быстрее, чем обычный dict. Ну, собственно, область применения, я думаю, всем понятно, но это скорее больше для удобства и для экономии места. Да. А можно ли выявить сетей данных по левому структуре нашего? Ну, нет, потому что у тебя же в питоне вообще ты не можешь нормально объединить никакой тип данных, потому что он не типизированный язык. Ок. Еще одна структура данных — это очереди. Собственно, я думаю, особо рассказывать про очередь не надо. Последний вошел, последний вышел. Из интересного посмотрим на то, что такое, на то, какие есть вспомогательные вещи в питоне для объектов. Это докстринги, которые вы можете написать для вашей собственной структуры данных. Подробнее о том, как их писать, будет, собственно говоря, на следующей лекции, скорее всего. Ну, а, например, их использование, вы не знаете, что делает очередь, но вы можете вызвать у нее точка док. И если в объекте было что-то написано, то вы увидите, что... Ну, собственно, что оно сделает. То же самое с очередью с приоритетами и так далее. Ну, и подробнее про вот эти вот все структуры данных вы поговорите уже через несколько лекций, когда будете говорить про многопоточность в питоне. Вообще, в принципе, еще раз повторюсь, что если вам нужна какая-то структура данных и вы собираетесь ее писать, то, скорее всего, что-то делать не так. Скорее всего, она уже написана, и вы можете либо найти ее в той же самой коллекшн, либо вы можете посмотреть... Да. А получается, вот, ну, это просто структура, ну, это просто структура, да? Ну, да, да. Либо вы можете найти open-source решение, которое делает, реализует нужную вам структуру данных и просто им воспользоваться. Собственно, главное, что хотел в этом блоке донести, это вот про каунтеры и про дефолт-дикты с таплами крайне часто используемые типы данных. Советую присмотреться на них и использовать их. Окей. Придем дальше к самому интересному, собственно, реак к функциям. Давайте создадим функцию, которая вернет нам количество секунд, которые вот прямо сейчас. Для этого объявим функцию. Функция объявляет с помощью ключевого слова dev и имени функции. По счету, в круглые скобки, в которые вы можете передать параметры, которые будут принимать эта функция, и двоеточие для указания завершения объявления функции. Далее с переводом строки и обязательно отступом вы пишете тело функции. Причем отступы должны быть одинаковые, потому что иначе у вас интерпретатор Python будет говорить, что у вас ошибка в синтексисе. По работе функции давайте импортируем объект dateTime из модуля dateTime. У этого объекта есть метод now, который возвращает нам, опять же, объект даты и времени текущий, у которого можно получить атрибут second. И вызовем нашу функцию прямо здесь же. Что мы в итоге получим? Мы получим текущее количество секунд. Запустили заново, получили другое. Кроме того, у вашей функции вы также можете написать тот же самый docstring, описание для вашей функции, которое будет показываться с помощью метода help. Кроме того, метод help покажет вам, в каком скопе написана ваша функция. и, собственно, даже объявление вашей функции и docstring. Метод doc у функции вернет только docstring, метод name вернет только ее имя. Так, давайте напишем чуть-чуть более сложную функцию. Наша текущая функция, которая возвращает количество секунд в настоящий момент, она ничего не принимает. Ничего не принимает и возвращает только количество секунд. Да, возвращает, естественно, с помощью ключевого слова return. Когда встречается это слово внутри тела функции, на этом месте функция вернет значение и закончит свою работу. Так, давайте напишем более сложную функцию, которая будет разбивать переданные слова по какой-то подстроке. Функция ради функции. Split tag, в котором мы передадим строку и хотим получить разбитые по запятым теги. Что мы здесь делаем? Заводим… Во-первых, да, объявляем функцию, говорим, что она будет принимать один аргумент под названием tagstring. заводим здесь лист под элементы. Дальше вызываем у строки метод split, который вернет нам массив элементов и просто запушиваем теги в наш дезистирующий массив. Написано довольно некрасиво. Можно было бы это переписать намного компактнее и получить потом, по сути, то же самое. То есть вот мы получаем нашу строку, методом split мы ее делим по запятым и дальше у нас мы хотим избавиться от вот этих вот пробелов, которые у нас есть в начале. Поэтому к каждому элементу нашего разбитого по запятым массива мы применяем метод split, метод strip. Метод strip, если ему ничего не передать, он по умолчанию уберет у вас все пробелы в начале и в конце вашей строки. По этой функции все понятно? Окей. Если мы попытаемся вызвать такую функцию, не передавки ни одного аргумента, то мы получим ошибку typeR, которая говорит о том, что функция ожидала один аргумент, а не получила ни одного. И также получим название аргумент, который она ожидала. Еще, начиная с третьего питона, появилась возможность указывать, какие типы должна принимать функция и какие типы она должна возвращать. То есть вы можете вот таким вот образом указать после переменной тип данных, который будет приниматься, и таким образом указать тип данных, которые будут возвращаться. И вроде бы это хорошо и красиво, если мы передадим в нее числа, вроде бы все правильно, вернее, тоже числа, если мы передадим в нее строки, по идее, должна была бы ломаться, но на самом деле нет. На самом деле эти типы, они исключительно для того, чтобы помогать разработчику правильно использовать эту функцию и не более того. Никаким образом они не фильтруют входящие переменные и никаких ошибок они вам не выдадут. Так. Давайте напишем, давайте разберем функцию, которая находит медиану переданного списка, ну, собственно, и выводит ее. Так. Что такое медиана? Все помнят? Окей. Хорошо. Что еще раз? Ну, для треугольника для списка. Для списка это элемент, который должен был бы быть в середине списка, если просто. То есть, допустим, для списка 5, 4, 2, 1 у нас медиана должен быть элемент 3. Вне зависимости от того, есть он или нет. То есть, это не середина списка, это именно либо центральный элемент, если в списке четное количество элементов, либо полусумма двух соседних элементов, если в списке количество элементов четное. соответственно, что мы делаем? Мы принимаем какой-то наш список, ну, да, в смысле, полусумма соседних элементов в отсортированном списке, если в нем четное количество, и центральный элемент, если в нем нечетное количество. А если в списке нечисленные элементы, нечисленные? Ну, все-таки для числовых элементов. Окей. Поэтому, очевидно, что первое, что нам нужно сделать, это получить сортированный список. Если мы вызовем метод сорт у нашего переданного списка, то мы изменим наш начальный список, который мы сюда передавали. Поэтому, если мы напишем вот такой вот вариант, по выходу из функции, мы получим наш изначальный список тоже отсортированным. Мы этого не хотим. Поэтому давайте создадим копию нашего исходного списка, поверхностную копию с помощью среза. И дальше, если у нас нечетное количество элементов, то мы из нашего сортированного списка вернем средний элемент. а если у нас количество элементов четное, то есть деление на 2 будет без остатка, то в этом случае мы вернем полусумму двух соседних элементов в отсортированном списке. ценный вариант нам все понятно. За какое время работает этот алгоритм? вот n, да. Потому что нам нужно посортировать наш список. Эту же задачу можно решить за время n-log-n. Если мы а, нет, стоп. Нет, нет, все правильно. Сортировка за n-log-n, потому что сортировка дефолтная в питоне работает не за линию. Да. За линию сортировать невозможно. Ну, в общем-то, идея та же самая. Естинная равенство, что если мы вот в этом случае передадим в нашу функцию пустой список, медиана от пустого списка, то мы получим индекс error, потому что вот здесь мы пытаемся обратиться к индексу, который ноль пополам, минус один, к минус первому элементу, к массиву, в котором нет ни одного элемента. Поэтому индекс error. В этом случае мы с такой ошибкой падать уже не будем. Ну и, собственно говоря, на этой задаче очень хорошо видно, каким образом передаются в функции наши данные. по ссылке или по значению всегда по ссылке. То есть, если вы передаете в вашу переменную несколько, ну, какие-то изменяемые типы данных, например, списки, и внутри этой функции их будете изменять, то вне скопа этой функции они также будут изменены. Вот здесь мы создадим два списка, передадим в нашу функцию собственно этот список и какой-то другой, объединим эти два списка, и в итоге наш список вне скопа этой функции тоже будет изменен. Собственно, как с этим жить и что делать? Если вы не хотите, чтобы ваша функция изменяла ваши данные, то передавайте в нее неизменяемые данные, например, те же самые таплы. Вот. Ну да, здесь пример не до конца корректен, потому что source-тапл будет просто переименован, но по сути смысл отображает. Передаете таплы, они не изменяются. Все хорошо. Да. Двигаемся дальше. Именованные аргументы в функциях. Название переменных в объявлении функции сделано не только для того, чтобы было удобно использовать их внутри самой функции, но и для того, чтобы можно было каким-то образом передавать параметры в функцию не по порядку. Если у нас определенная функция say, в которой передается два аргумента, это grating и name, то мы можем вызвать ее обычным способом, передав в нее два аргумента, то есть приветствие и имя того, кого мы приветствуем. Либо мы можем, если нам не нравится порядок передачи аргументов в установленной функции, мы можем явно указывать и имя переменной, к которой мы хотим передать значение и значение. Во второй строке мы в name положим kitty, в в рейтинге мы положим hello. Результат выполнения и первого, и второго варианта будет одинаковый. вот да, вот это все, надеюсь, помнят, да, что означает. Ну, форматирование строк вы передаете сюда некоторый tappl и подставляете на соответствующие индексы элементы из этого tappla. Можно совмещать эти два способа, можно, допустим, вы какие-то элементы хотите передать именованными, какие-то элементы хотите передать неименованными. В этом случае вы можете, конечно же, это сделать, но только так. Если вы попытаетесь сделать наоборот и сначала передать именованный аргумент, а после него уже неименованный, то вы получите ошибку, потому что Python положил в именованный аргумент какое-то значение, и теперь он не знает на какую позицию класть неименованный аргумент. Поэтому ограничение стороны языка нельзя использовать неименованные аргументы после именованных. Да. Вот 104 строка, да, и следующая принт, вот этот кломат, чем выше сложение строк? Ну, корректно здесь он просто быстрее работает, чем выше на сложение строк. потому что я сейчас не скажу тебе прямо точно почему, но по-моему сложение строк, он у тебя выделяет допамять для подстроки, которую ты прибавляешь. А в этом случае он не выделяет ничего, он просто в эту итоговую строку складывает тебе значение из тепла. Так, области видимости в переменной. Допустим, мы объявили некоторую переменную result в нашей глобальной области видимости, в области видимости нашей правы. В этой же области видимости мы создаем переменную инкремент, который на самом деле не инкремент, а просто возвращает вам этот же самый result. Это не приведет к ошибке. В этом случае result будет взят из внешнего скаупа и вы просто его выведите. То есть вы можете использовать переменные из внешнего скаупа внутри объявленной функции. при этом если вы внутри функции объявите переменную с таким же названием, то это уже будет локальная переменная внутри этой функции и ее изменение не приведет к изменению внешней переменной. То есть в этом случае, хотя мы объявили result вне функции, а внутри функции мы его переназначили на единицу, у нас во внешнем скопе result не изменится. То есть вот, да, у нас новый result будет единиться, а старый result при этом сохранится в старом значении. И получается в этом случае он создаст внутри функции локальную переменную с таким же названием и будет игнорировать эту глобальную переменную. что будет, если вы попытаетесь выполнить этот код? То есть с одной стороны у нас вроде бы объявлен переменный result и здесь мы ее печатаем, с другой стороны мы внутри функции пытаемся создать такую же переменную. Есть варианты? переменная нет он упадет с ошибкой потому что вы пытаетесь использовать переменную которую еще не определили то есть внутри этой функции есть переменная result но она определена позже чем вы пытаетесь ее применить поэтому это вызовет ошибку вот аргументы по умолчанию аргументы по умолчанию естественно вы не всегда хотите передавать в функцию все аргументы которые она принимает потому что зачастую она может принимать допустим 10 аргументов а по факту вам нужно передавать в нее только один а все остальные они опциональные поэтому для всех опциональных аргументов вы можете задать значению по умолчанию синтаксис такой название название аргумента функции равняется значение по умолчанию в этом случае если вы не будете передавать этот аргумент в функцию при вызове то будет использовано вот это значение если будете передавать какое-то другое значение то соответственно но в первом случае мы вызываем без аргументов получаем во втором случае hello kitty получить значение аргументов по умолчанию можно с помощью метода defaults внутреннего метода defaults который вернет вам тапл из всех значений по умолчанию которые есть у этой функции порядки их перечисления если вы здесь еще добавите фунт еще добавите атрибут который будет какой-то другой строкой то вы просто его получите вторым атрибутом что нужно понимать про создание переменной с значениями с атрибутами по умолчанию поэтому когда увидит интерпретарь когда увидит эту функцию он сразу же зарезервирует в памяти место под ее значение под ее дефолтный аргумент к чему это приведет вот здесь вроде бы все хорошо вы создаете функцию append1 с параметром пустой список список это у нас изменяемый объект и добавляйте в него единицу возвращаете этот этот элемент все хорошо дефолтное значение которое мы здесь выводим уже оказывается оказывается пустым списком все все отлично хорошо но если мы вызовем повторную эту же функцию несколько раз еще то мы увидим что при каждом новом вызове дефолтное значение будет изменяться то есть при втором вызове дефолтное значение уже будет не пустое в нем будет лежать один элемент при каждом последующем вызове мы будем добавлять и модифицировать дефолтное значение вот поэтому ну да если мы вызовем дефолтное значение то мы видим что в нем лежат две единицы поэтому если вы хотите создать какое-то дефолтное значение которое может быть изменяемым то лучше делать это таким вот образом вы сдаете ее по умолчанию на проверяете в начале функции что у вас не было передано другое значение если оно не было передано то это вы установите в изменяемый тип данных тогда при последующем вызове этой функции вы каждый раз если вы вызываете ее без параметров у вас будет заново создаваться пустой список окей так окей про распаковку аргументов так ну про значение по умолчанию все понятно да про распаковку аргументов а в принципе вы можете вообще не знать сколько аргументов вы хотите принимать вашу функцию допустим вы хотите сделать функцию которая принимает любое количество элементов чем любое количество неименованных аргументов в этом случае вы делаете такую запись вы в аргументах функции указываете звездочка название аргумента звездочка аркс например в этом случае вы можете вызвать эту функцию передавки любое количество элементов и все эти элементы как табл попадут вот в этот атрибут функции если мы преднанем его тип то это будет табл и если мы пройдемся по всем аргументам и преднанем каждый из элементов то это будут элементы из этого списка все непонятно да соответственно это могут быть совершенно различные элементы это могут быть строки это могут быть числа вы можете не перечислять эти элементы здесь при вызове функции вы можете сформировать изначально какой-то список из элементов и потом через разименован разименовывание передать его сюда в этом случае вы передадите весь этот список просто как список элементов в функцию то есть вот эта вот запись по сути идентична тому что если бы вы написали вот следующее вот это очень удобно потому что вы можете заранее подготавливать ваш список элементов и передавать его функцию которая принимает неграничное количество неименованных аргументов соответственно такая же самая функция есть и с именованными аргументами вы можете сказать что ваша функция принимает неграничное количество каких-то именованных аргументов разница между записью в одну звездочку по сути все будет происходить также за исключением того что в кварц будет уже лежать не тапу как в случае с неименованными аргументами а будет лежать дикт ключами которого будут элементы которые вы передали значения будут те которые вы передавали функцию ну и также собственно зачем это может быть допустим вы хотите составить параметры для функции как какой-то список завися от многих условий в этом случае вы создаете отдельно дикт в него засовываете ключи значения которые вам нужны и потом просто разминовываете его передаете его в вашу функцию в итоге она получит у вас в кварц вот такой вот дикт довольно удобно и опять же эти два метода можно совмещать вы можете сказать что ваша функция будет принимать и неименованные аргументы и именованные аргументы запись я думаю все понятно в этом случае она сначала получит список ну тапл с элементами неименованными потом все именованные аргументы опять же как и до этого нельзя использовать сначала именованные а потом неименованные аргументы при вызове функции то есть то что вы их по сути не перечисляете фактически вас не освобождает окей про передачу аргументов все понятно да надеюсь что да ок давайте вернемся на секундочку к нашей функции сортировки методу сорт у массива вы можете передать функцию по которой он будет сортировать ваши элементы например у вас есть вот такой вот список из таплов и вы хотите его отсортировать по первому индексу каждого тапла если вы его просто передадите в сорт то вы этого не добьетесь вам нужно указать по какому параметру вы его сортируете что вы можете сделать можно создать отдельную функцию объявить отдельную функцию которую мы будем принимать очередной item и возвращать первый элемент ну и минус для того чтобы отсортировать их в обратном порядке по обыванию и в принципе это будет работать у нас есть наш первоначальный список у нас есть сортированный список по убыванию вроде бы все хорошо для заключения того что для того чтобы просто посортировать список по какому-то конкретному элементу тапла вам пришлось создавать объявлять отдельную функцию но это немножко слишком поэтому хотелось бы иметь возможность объявлять функцию в простые функции в одну строку собственно для этого есть метод лямбда в лямбда вы передаете атрибуты которые будут принимать ваши функции на вход двоеточие атрибуты которые элемент который она вернет на основе этих атрибутов это полноценная функция если вы сделаете type от л то вот это это прям полноценная функция просто записанная в одну строку компактно что нам это дает ну например нам это дает возможность подсортировать наш несчастный массив не записывая доп.функцию мы просто передаем сюда функцию для сортировки лямбда выражением получаем подсортированный массив про синхезис лямбда понятно все лямбда ага хорошо собственно объявляем лямбда функцию односрочную функцию ключевое слово лямбда потом атрибуты которые она принимает здесь их может быть больше одного x x нет что угодно просто любые названия которые вам нравятся исключения здесь нет после двоеточие указываем значение которое она будет возвращать ну по сути это замена вот таким вот двухстрочным функциям где указано объявление функции с параметром который она принимает на следующей строке return аргумент значение которое она возвращает что еще раз да ну вы можете принимать сюда несколько атрибутов и возвращать их сумму то есть какое-то простое выражение которое можно сразу же вернуть но это зависит не от того многострочного или нет а того от грубого его сложности есть нужны какие-то те прямышечные вычисления то ты его по-моему так не напишешь поэтому тут именно простые функции вот давайте вернем обратно посортировали по области видимости если если объявление функции скажем ну с областью видимости все то же самое что и с переменами если вы объявляете какую-то лямбда функцию внутри другой функции то соответственно у вас получится область видимости этой лямбда функции только внутри этой функции если что вы можете объявлять функции внутри других функций то есть вот такая вот запись девфринт вот вы можете объявить какую-то свою функцию внутри другого объявленной вашей функции эта функция будет локальной она может быть использована только внутри скопа родителя соответственно внутри нее вы можете сделать какую-то свою маленькую логику после чего при вызове функции родителей будет объявлена вот эта функция и ей будут переданы аргументы обработать все тоже точно так же за тем исключением что отсюда вы не сможете вызвать из глобального скопа вы не сможете вызвать вашу локальную функцию вы получите name terror то есть эта функция она не была объявлена в глобальном скопе да и перейдем к тому о чем мы на что мы сегодня весь день смотрели но при этом особо не вникали в это исключение давайте объявим функцию которая принимает какой-то список и берет его сумму и делит на количество элементов этого списка что будет если мы передадим этой функции пустой список да делим на ноль правильно поэтому мы не можем делить на ноль питоне мы получаем zero-дивижн-эрор как избежать этой ошибки можно ее перехватить мы можем обернуть нашу вызов нашей функции в три акцепт в котором в внутри между этими блоками мы собственно пишем тело нашей функции да а в акцепте мы указываем тип ошибки которые он будет перехватывать в теле акцепта мы указываем то действие которое он будет выполнять в случае если она эту ошибку перехватил то есть вот здесь вот если мы получим zero-дивижн-эрор который мы перехватываем то мы выведем что ошибка была перехвачена да то есть мы вызвали метод получили вот эту ошибку в этом блоке он ее перехватил и вывел это значение с этим понятно да как работает понятно окей ну еще что что мы можем полезно с этим вообще делать например мы можем ну у стандартных ошибок и на константных есть описание того что вообще происходит ну вот здесь вот собственно его и видели движим бизеру мы можем присвоить полученную ошибку некоторой переменной и дальше в блоке акцепт мы можем с этой переменной работать опять же вызовем с пустым листом нашу функцию получим ошибку переданием ее в аргумент е и принта нем ее содержимое движим байзер мы можем перехватывать различные типы ошибок если мы не знаем какой именно тип ну допустим что во время работы нашей функции может быть вызвано несколько ошибок в этом случае мы можем перечислить типы ошибок здесь и тогда если хотя бы одна из них будет встречена то мы попадем в этот блок в этот блок except очень надеюсь я думаю ничего неожиданного не будет для вас еще один вариант мы можем для разных типов ошибок сделать различную реакцию в этом случае мы указываем несколько блоков except последовательно и делаем для каждого из них свою различную реакцию мы вызвали нашу функцию получили zero division попали вот в этот блок здесь на вызвали вот этот вот код то есть признанули zero подробнее про так как работает на следование у ошибок будет на следующей лекции что будет наследование а сейчас давайте просто согласимся что у ошибок есть некоторые иерархии которые они подчиняются и те кто находится в этой иерархии выше других могут перехватывать ошибки которые которые вызваны которые должны перехватываться более низкими по иерархии ошибками есть ошибка exception и это родитель zero division error соответственно если у нас в блоке 3 except будет вызываться zero division и мы ловим exception то мы ее тоже перехватим с этим понятно да нет еще есть base exception который родитель exception но если смотри если мы ниже напишем except zero division error да то перехватиться тем который был раньше то есть у нас блок блок с except exception встретился в перехватчиках раньше поэтому мы соответственно на придаем zero если мы напишем наоборот то в этом случае у нас сначала среди этот блок из и соответственно выполнится он если ты говоришь вот про такой случай когда мы записали вот тогда то опять же вызовется этот способ потому что как любая из этих ошибок подходит под ошибка которая вызвалась функция понятно что да когда ты перехватываешь ошибку тебе может быть интересно содержимое самой этой ошибки например ты можешь создавать свою ошибку и передавать нее какой-то строку вспомогательную и еще что-то в этом случае ты можешь положить эту ошибку в переменную е и потом ее допустим претонуть ее содержимое например либо либо вывести тип этой ошибки вот и мы увидим что это за это дивизион рор кстати вот здесь в этом случае давайте тоже положим ее переменную и тоже принтонем ее тип хватает скобок вот в этом случае если мы сначала казались за за дивизион рор в этом письке ошибок то перехватиться она если мы сначала укажем exception более глобальную ошибку то все равно да то все равно кажется она потому что просто мы перехватываем более глобальный более глобальным типом то есть как бы от того чем мы перехватываем не изменяется тип самой ошибки так да ну и как я говорил мы можем создавать собственные типы ошибок и наследовать их от каких-то других ошибок вот например мы давайте создадим некоторую ошибку park exception синтезис просто пока что примите на веру о том что можем указать ключевое слово класс указать название класса и от чего он будет наследоваться вы точнее и тело класса наш точнее нам ничего не нужно поэтому указываем пас так и теперь мы с помощью ключевого слова райс вызываем эту ошибку name error потому что мы не создали вот park exception то есть мы в этом вот этим ключевым словом мы вызвали эту ошибку в нашем коде для чего это может быть нужно все понимают да нет что делают ошибки когда работы функции встречается ошибка на этом в этом месте функция прекращают свою работу и эта ошибка пробрасывается на уровень выше то есть вместо где эта функция была вызвана соответственно как плохой вариант ты можешь с помощью ошибок прекращайте работу функции по кому-то условию но так делать не надо с помощью опять же ошибок ты можешь проверять входные данные твои функция должна обязательно принимать какой-то один аргумент который не может быть нулем ну вот давайте напишем прям отдельную функцию даже не напишем а модифицируем нашу функцию которая принимала здесь какой-то массив и и возвращала отношение суммы всего массива к длине массива эта функция вызывала zero division но мы можем хотеть вызывать свое исключение в случае если длина массива отсутствует то есть если нету никакой длины если у нас массив пустой то мы вызовем нашу парк exception и передадим сюда некоторую строку теперь если мы вызовем нашу функцию с пустым массивом то мы получим нашу exception с нашим описанием соответственно мы можем каким-то образом это этот эксепшен перехватывать и обрабатывать его выгода в данном случае в том что мы получим не zero division error который мы могли получить по очень многим разным причинам внутри этой функции а мы локализовали причину по которой мы выкидываем ошибку да собственно мы можем передать строку в наш парк exception потому что он наследуется от zero division который может принимать в себя строку с причиной ошибки так ну да есть и если мы вызываем парк exception и перехватываем его то мы просто печатаем нас причину ошибки то все понятно а что будет если мы попытаемся вызвать нашу функцию нашу функцию average которая была глупой которая не умела проверять наличие элементов в нашем списке попытаемся вызвать эту функцию и перехватить здесь парк exception у нас парк exception это наследник от zero division error кто мне скажет что будет переводится ошибка или нет вот в этом коде у нас здесь возникает zero division error мы перехватываем парк exception парк exception наследник от zero division error нет не перехватится потому что zero division в этой иерархии получается выше чем парк exception при этом если мы попытаемся сделать точности наоборот то есть мы вызываем парк exception и перехватываем zero division error который является его родителем то у нас естественно он перехватиться ну и опять же в блоке accept вы вы можете вызывать другие ошибки причем вызывать их на базе ошибки которые у вас вы только что пришла вот здесь мы вызываем парк exception перехватываем zero division error он его успешно перехватывает но в блоке эксцепт мы вызываем value error который который передаем нашу ошибку парк exception что-то в случае будет в итоге в итоге будет value error что будет трейсбеки трейсбеки будет value error с указанием строки на которой она произошла а также причина по которой она возникла мы эту этот value error в него вкладываем наш парк exception который указывает на какой строке случился он и почему ну да и если вы перехватываете какую-то ошибку и просто указывать ключевое слово райс в блоке accept не передавая в него ничего то получению он передаст нее вот эту вот ошибку то есть он просто и про бросить дальше например вы хотите в случае если там была ошибка каким-то образом ее обработать после чего прокинуть ее ну покинуть ее дальше в родительскую функцию красота вот конструкции так и вернемся к генераторам но в этот раз на самом деле генератором чем отличается комбинации или там списке от генераторов генератор это специальная структура данных в языке python основное преимущество которой в том что она вычисляется не в момент когда вы ее объявили а в момент когда вы к ней обращаетесь примерно такого генератора может являться функция range но давайте сначала напишем свой простой генератор круглые скобки синтезис максимально похож на дитк на лист комплексен но вместо квадратных скобок используем круги на круглые скобки получаем это рыбал объект состоящие из элементов ренджа потому что мы здесь пользуешься форм собственно я посмотрим что 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 же он из себя представляет у нас есть for по элементам этого генератора все вроде бы хорошо мы вывели 012 принтанули собственно сам генератор увидели что это тип генератор почему попытаюсь еще раз пройтись по элементам этого генератора как видите 2 принта у нас нету потому что когда мы перебрали элементы вот здесь этим форум элементы в генераторе закончились повторный вызов элемент элементов из генератора придет не к тому что мы заново создадим генератора а потому что мы просто будем пытаться запросить следующие элементы из уже пустого генератора понятно непонятно то есть мы по сути создаем одноразовый список по которым мы можем при тренироваться один раз его основное преимущество в том что он будет легче чем обычный список в плане хранение его значение будет вычисляться на лету они хранятся как один список в памяти это самый простой вариант генератора чуть более сложный вариант генератора это если мы мы можем создать функцию simple ген и использовать ключевое слово янт когда мы вот здесь вот итерировались по генератору то по сути мы просто вызывали метод next у генератора пока элементы не закончились мы можем вызвать этот метод вручную если мы передадим методу next генератор вот на нашу функцию simple ген да то в этом случае сначала он зайдет в эту функцию дойдет до первого же слова yield вернет это значение пока у него следующий раз не вызовут next когда него встречи раз вызовут next он начнет выполнять ее с момента где он остановился то есть с последнего гилда которого он уже он уже вернул и вывернет и вернет 2 а если мы вызовем next больше раз чем слова yield внутри нашей функции нашего генератора то мы получим стоп и трещин ров то что на эту ошибку и ориентируются for когда итерируется по генератору то есть он запрашивает текст пока не получает стоп итерейшн но наше случае мы просто делаем это руками чем это вообще может быть полезно например вы ну вот в таком варианте это конечно же выглядит немножко странно и сложно что нет по моему обязательно еще нет по моему в конце генераторов она обязательно например вы хотите внутри этой функции вычислять какое-то конструировать ваш обед каким-то очень сложным образом вы вот здесь создали список из из 100 тысяч элементов и теперь вы хотите возвращать его минус первый элемент проверять находится ли последний его элемент в этом списке как мы помним из поиска по списку это долгая операция и она будет выполняться долго поэтому если мы вернем здесь лист каждым элементом из которых будет проверка того что последний элемент листа находится в этом листе это будет скорость выполнения этой операции она будет равняться скорости нахождения сначала вычисления этого листа мы n раз сделаем этот поиск элементов в листе а потом уже закончим работу этой функции мы можем использовать илд и в этом случае мы будем получать очередное значение каждый раз когда он один раз найдет наличие наличие последнего элемента внутри ранжа внутри списка в итоге время работы будет такое же самое но получать каждую отдельную итерацию мы будем быстрее еще это может быть полезно например если вы например если вы хотите получить вычислить какой-то объект который список объектов которые каждый из которых очень большой каждый если вы получите весь список объектов одновременно то вы упадете по памяти вы можете сделать генератор каждый цикл которого будет вычислять один такой элемент поэтому в итоге у вас не будет храниться весь список этих элементов и не будет убивать вашу память а будет храниться в каждом время только один этот элемент который вернул этот генератор генератор понятно с этим окей ну да и если мы вызовем давайте мы вернем обратно чтобы если мы теперь вызовем for по нашему генератору то мы не упадем со стоп итерейшн потому что for при работе проверяет ну проверяя стоп итерейшн и красный этими останавливается окей вопросы по генераторам вот сюда вот да ты ну если если беда что функция то она просто вышлиться потом вернется в yield ну да конечно ты можешь вот эндрит функция как конструирует тот самый сложный элемент который ты хочешь вернуть еще вопросы окей тогда собственно на этом мы сегодня заканчиваем и горжи да 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 да